посвящена целиком последнему разделу периодически обновляемого отчета соотношению пользы и риска лекарственных препаратов. Наиболее распространенным является мнение о том, что если лекарственный препарат одобрен к применению у людей, если он уже зарегистрирован, то его польза надлежащим образом продемонстрирована и доказана в клинических исследованиях. И преобладание пользы над риском уже было доказано. Многократно проводить такую оценку не имеет никакого смысла. Тем не менее, в период жизни лекарственного препарата, в период его обращения на рынки с лекарством могут происходить различные события, которые по-разному влияют на соотношение пользы и риска данного лекарственного препарата. В частности, в пострегистрационном периоде могут выявляться новые побочные эффекты, могут открываться новые аспекты пользы данного лекарственного препарата. И на рынок постоянно выходят все новые и новые лекарственные препараты, часть из которых могут служить альтернативой данному более старому лекарственному препарату. В связи с тем, соотношение пользы и риск является динамическим показателем, который постоянно изменяется с течением времени. Ну и для того, чтобы провести нам эту оценку этого соотношения, нужно сначала понять, что же мы будем соотносить между собой. Чтобы это понять, давайте посмотрим, как бы выглядело идеальное лекарство, которое обладает наилучшим соотношением пользы и риска. Ну, прежде всего, это лекарственное средство, которое оказывает явный продолжительный положительный эффект на развитие заболевания у большой доли пациентов, принимающих данный лекарственный препарат. При этом лекарство имеет мало побочных эффектов, все побочные эффекты обратимы, имеют легкую степень тяжести. Побочные эффекты развиваются у малой доли пациентов, принимающих данный лекарственный препарат. Как мы знаем, на практике таких препаратов не существует, и в реальности нам приходится проводить оценку каждого из параметров, из отдельных параметров пользы и риска в отдельности. Итак, первый параметр, который характеризует как положительные, так и отрицательные эффекты лекарственного препарата, является их частота. Здесь все просто. Чем у большего количества пациентов наблюдается улучшение на фоне использования данного препарата, тем лучше. И наоборот, чем у меньшего количества пациентов регистрируют стейные или неблагоприятные эффекты на фоне использования лекарства, тем, соответственно, чем меньшая доля таких пациентов, тем, соответственно, лучше. Другим аспектом пользы и риска является их клиническая значимость. Здесь мы видим, что чем тяжелее заболевание для лечения или профилактики которого используется наш лекарственный препарат, тем более тяжелыми, тяжелые побочные эффекты могут в данном случае быть признаны приемлемыми для данного лекарственного средства. Ну и последний аспект, который мы сегодня рассмотрим в отношении пользы и риска, это их длительность. Конечно, мы хотим добиться наибольшей длительности положительных эффектов. И в данном случае наилучшим вариантом данной ситуации является полное излечение заболевания. В отношении риска наоборот. Если лекарственный препарат вызывает персистирующие, необратимые нежелательные реакции, то это является крайне негативной характеристикой препарата. И в данном контексте самым плохим вариантом развития событий являются нежелательные реакции с летальным исходом. Итак, еще раз повторим, что мы будем оценивать три основных характеристики пользы и риска. Это их частота, длительность и клиническая значимость. И в отношении частоты все достаточно просто. Во-первых, частоту возможно оценить объективно, то есть в клинических исследованиях. Мы точно можем сказать, у какого количества пациентов развелась определенная нежелательная реакция, или у какого количества пациентов из общей группы наблюдался положительный эффект. Кроме того, частота всегда измеряется количественно, то есть в цифровом эквиваленте. Поэтому частота всегда измеряется точно, имеются шкалы оценки. Никто никогда не сможет поспорить, например, что 2% это меньшая частота, чем 10%. Ну и кроме того, данные о частоте, как правило, легко доступны. То есть во всех клинических исследованиях это, как правило, основная характеристика, которую измеряют при проведении данных исследований. И в большинстве литературных публикаций, в первичных источниках, то есть в результатах клинических исследований, всегда данные о частоте, как правило, представляются. В отношении длительности клинической значимости все гораздо сложнее. Во-первых, при оценке данных показателей нам никогда нельзя уйти от субъективизма. В особенности, конечно, это касается клинической значимости тех или иных положительных или отрицательных эффектов. Кроме того, отсутствуют стандартизованные шкалы для оценки как длительности, так и клинической значимости. То есть мы не можем сказать, например, что развитие почечной недостаточности это более плохой нежелательный эффект, чем, например, развитие печеночной недостаточности. Нам очень сложно сравнивать между собой эти параметры. В отношении длительности также все несколько проще, с одной стороны, но тем не менее, также нет стандартизованных шкал, которые бы позволяли нам отнести то или иное нежелательное явление или положительный эффект категории, например, короткодействующих или длительных. То есть там сказать, что если нежелательная реакция длится одни сутки, то это считается, что она короткая. Если в течение более года, то длительная. То есть, кроме того, часто мы не можем точно сказать даже точный период начала нежелательной реакции. Мы не можем точно сказать, например, продолжается она еще или пациент уже выздоровел. То есть в отношении данных показатели их измерения представляют достаточные трудности. Но и кроме того, данные о длительности, клинической значимости тех или иных событий не всегда представляются в литературе, в клинических исследованиях. То есть доступность таких данных гораздо меньше. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы провести оценку соотношения пользы и риск, нам приходится анализировать очень большой объем информации. Кроме того, часто эта информация сложна для интерпретации. И все это обусловливает необходимость разработки стандартизованных методов оценки соотношения пользы и риск. Данные методы обладают несколькими несомненными преимуществами. Прежде всего, это прозрачность. То есть легко проследить логику принятия решения. Другой положительной чертой является согласованность. То есть если различным экспертам или тем же самым экспертам через какой-то период времени предоставить те же самые исходные данные, то гораздо больше вероятность, что эти эксперты придут точно к такому же заключению, если они воспользуются какой-то стандартной методикой анализа информации. Ну и кроме того, для стандартизованных методов характерен такой параметр, как устойчивость модели, то есть меньшая вероятность ошибок. Здесь речь идет о том, что существует меньший риск недоучета важной информации или пропуска каких-то важных шагов на пути принятия. То есть для того, чтобы воспользоваться той или иной уже разработанной моделью, как правило, вам уже необходимо какие-то иметь исходные данные. И необходимые критерии к этим данным уже внесены в эту модель, в ней прописаны и, соответственно, нет риска, что вот эти данные не будут учтены вами при вынесении своего решения. Кроме того, само по себе использование таких стандартных методик позволяет раскрыть отсутствующую, важную отсутствующую информацию. То есть если вы видите, что каких-то сведений вам не хватает для того, чтобы воспользоваться данной моделью, значит, вероятно, эти сведения вам необходимо собрать, потому что они не зря являются основными для определения пользы и риска. Вероятно, это является важной, эта информация. Методов оценки пользы и рисков предложено великое множество. В русской литературе чаще всего классификации также этих методов предложено большое количество. В русской литературе чаще всего эти методы делят на описательные и количественные. Иногда еще отдельно выделяют группу полуколичественных методов оценки пользы и риска. Здесь я разделила все методы на две группы. Это количественные и неколичественные. Подразумевая то, что для того, чтобы воспользоваться количественными методами, то есть это вся группа вот этих методов, которые представлены в правой части слайда, необходимо обязательно иметь какие-то цифровые количественные данные. Описательные методики могут работать даже в тех случаях, если у вас нету никаких цифровых данных, нету никаких данных именно количественных, которые характеризуют пользу и риск. Тем не менее, такое деление все равно является очень условным, потому что внутри описательных методик вы вполне можете использовать какие-то количественные методы, как вспомогательный метод оценки пользы и риска. Кроме того, любой результат, который получен в результате использования количественных методов, требует дальнейшего обсуждения, анализа, то есть определенные качественные оценки, качественные интерпретации. Правила, надлежащие практике фармаконадзора, они как вас не ограничивают в возможностях использования методов, оценки пользы и рисков. Можете использовать абсолютно любой. Кроме того, их можно комбинировать, можно использовать несколько методов одновременно, то есть ваша фантазия никак не ограничивается. Все эти методы, конечно же, знать не нужно и, наверное, невозможно. Смысл этого слайда в том, чтобы показать, что на самом деле методов очень много. Потому что в периодических отчетах мы довольно часто видим такую ситуацию, что вы описываете долго какой-то метод, как им пользоваться, каждый шаг этого метода, а потом написано, что у нас нет данных, чтобы воспользоваться данной моделью, поэтому расчет не производился. И все. И дальше идет следующая глава отчета. Такой вариант не проходит, потому что даже если у вас нет данных для использования одной модели, всегда есть какая-то другая модель, которой вы воспользоваться можете. Единственное, на что хотела бы обратить внимание, здесь на этом слайде приведены просто методы оценки пользы и рисков. В периодических отчетах, как уже Татьяна говорила ранее, например, экономические вопросы не затрагиваются, поэтому квали-индекс затраты на год качественной жизни в периодических отчетах использовать нельзя. Кроме того, в русской литературе я встречала такую рекомендацию в статье, что одним из простых методов оценки пользы и риска лекарственных препаратов является определение отношения NNT к NNH, number needed to treat, деленное на number needed to harm. Если это отношение больше единицы, то значит польза превышает риск. Если меньше единицы, значит, соответственно, риск превышает пользу. На самом деле, вот эти индексы, они были изобретены больше для фармакоэкономических исследований, и в фармаконадзоре их практически также не используют, потому что эти индексы никак не учитывают ни тяжесть заболевания, для лечения которого используется лекарственный препарат, ни, собственно, клиническую значимость рисков, которые возникают при использовании данного лекарства. То есть, например, если у нас, например, есть лекарственный препарат для лечения изжоги, который эффективен в 100% случаях. У всех пациентов удается купировать изжогу на фоне использования этого лекарства. Но у 2% людей этот лекарственный препарат вызывает фульминантный гепатит, который требует пересадки печени, либо сопровождается летальным исходом. То, если вы воспользуетесь данным алгоритмом, то получится, что на Борнидит Ту Трит у вас будет единица, на Борнидит Тухан, соответственно, 2%, у вас будет достаточно маленький. У вас этот показатель будет превышать единицу. И вы можете сделать вывод, что польза препарата превышает риск. Но, конечно, мы понимаем, что такой препарат на рынке находиться не может, и люди его использовать не должны. Какие методики лучше всего использовать? Как я уже говорила, правила, надлежащие практике фармаконадзора, в принципе, никак вас не ограничивает. Единственное, что метод должен быть применим для вашей конкретной ситуации. В международных рекомендациях, в принципе, считается, что одним из наиболее передовых современных методов является мультифакторный анализ. Древо решений тоже достаточно хороший метод. В отношении описательных методик, то следует обратить внимание на модель Практ-URL, которая была специально разработана для оценки пользы и риска дженериковых препаратов. И поэтому, так как я так понимаю, сегодня у нас большинство представителей компаний, которые выпускают дженерики, то имеет смысл обратить на данную методику особое внимание. Итак, как я говорила, методов очень много, но в любом случае мы должны сравнивать три основные характеристики, как пользы, то есть самого заболевания, так и рисков, которые наблюдаются при использовании данного лекарственного препарата. С целью визуализации этих характеристик, как пользы, так и риска, в ряде качественных методик, в том числе и в методе троек, используется таблица, которая служит как для описания самого заболевания, так и для описания его побочных эффектов. При этом каждую характеристику предлагается градировать на три степени, высокую, среднюю и низкую. Каждой градации присваивается численное значение от одного до трех, то есть если градация соответствует высокой, то ставится цифра 3, если градация низкая, то ставится цифра 1. Таким образом, это позволяет нам качественным характеристикам присваивать количественные значения, что значительно упрощает процесс проведения анализа соотношения этих характеристик между собой. В частности, в СИОМС-4 предложено использование таких таблиц для описания пользы и рисков лекарственных препаратов, в которых обязательно дается характеристика самому заболеванию, тому эффекту, который оказывает лекарственный препарат на данное заболевание, и дальше характеризуется наиболее серьезная нежелательная реакция данного лекарственного препарата. Такие таблицы позволяют визуально более наглядно представить суждение автора о том, как он пришел к заключению о том, что польза данного лекарственного препарата превышает риск при его использовании. Ну, разберем пример использования анальгина по показанию острый болевой синдром низкой или умеренной интенсивности. При этом в качестве наиболее серьезной нежелательной реакции выбрана самая, наверное, известная реакция анальгина – это агронолцитоз. В СМПС препарата указано, что частота данной нежелательной реакции менее чем 1 на 10 тысяч назначений, то есть очень редкая. Итак, начинаем заполнять. Серьезность заболевания у нас оценена как единица. Острый болевой синдром, низкая или умеренная интенсивность, заболевание несерьезное. Ставим цифру 1. Длительность также, как правило, кратковременная. Это не хроническое заболевание, это у нас острый болевой синдром, также цифра 1. Но частота зато очень высокая в популяции. Различные заболевания, которые спровождаются острым болевым синдромом, очень распространены, поэтому частота у нас самая высокая. Ставим цифру 3. Общая сумма баллов получается 5. В следующем столбце мы описываем то, какой эффект оказывает лекарственный препарат на данное заболевание. То есть прием анальгина позволяет нам полностью оккупировать острый болевой синдром, то есть эффект выраженный. Характеристика длительности. Здесь не стоит путать. Это не имеется в виду длительность действия одной таблетки. То есть краткодействующий это препарат или длительно действующий ретард форма. Здесь имеется в виду, какой эффект оказывает лекарственный препарат на данное заболевание, на острый болевой синдром. Эффект выраженный, то есть если мы бы не приняли таблетку анальгина, то боль продолжалась бы гораздо дольше. Прием таблетки анальгина позволяет нам достаточно быстро полностью оккупировать данное заболевание. И опять же, третья строка таблицы. Опять же, какой эффект лекарство оказывает на частоту встречаемости данного заболевания. То есть это имеется в виду не частота развития эффекта, а именно на частоту развития заболевания. То есть на частоту рецидивов, на прогрессирование заболевания, мы знаем, что анальгин никак не предотвращает развитие рецидивов острого болевого синдрома, то есть эффекта не оказывает никакого. Ноль. Сумма баллов равняется шести. Ну и дальше мы таким же образом характеризуем нежелательную реакцию агронолцитоз. Агронолцитоз может сопровождаться такими осложнениями, как серьезные инфекционные заболевания, которые представляют угрозу жизни пациента, поэтому серьезность наибольшая. Но все-таки эта реакция, как правило, после отмены препарата является обратимой. И в течение нескольких недель число лейкоцитов возвращается к норме, поэтому длительность средняя, два. Ну и частота развития от нежелательной реакции единицы, потому что, как мы видим, действительно она очень редко встречается в популяции. Общая сумма баллов также равна шести. И здесь мы видим недостаток этих таблиц, что не всегда у нас здесь все цифры получились почти одинаковые, то есть здесь мы не видим прям такого явного преобладания, что вот эффект лекарственного препарата значительный, а нежелательные реакции, например, незначительные. То есть сравнить здесь достаточно сложно. Сделать однозначное заключение именно по данному методу, о том, что польза анальгина превышает его возможные риски. Но для чего этот метод подходит очень хорошо? Для, например, сравнения разных препаратов между собой. Мы знаем, что для оккупирования острого болевого синдрома используется другой широко известный препарат, такой как аспирин. Показания оставляем то же самое. Наиболее серьезная нежелательная реакция при использовании аспирина это желудочно-кишечное кровотечение. При этом, согласно инструкции по применению аспирина, частота встречаемости данной нежелательной реакции от 1 на 10 тысяч до 1 случая на 1000 назначений. То есть редкая. В отношении характеристик заболевания появляется то же самое, как и для анальгина. Эффект лекарственного препарата также выраженный. То есть острый болевой синдром низкой умеренной интенсивности также эффективно купируется аспирином, как и анальгином. Мы знаем, что вообще анальгин обладает более выраженными обезболивающими свойствами. В связи с чем показания к использованию этих двух препаратов анальгин и аспирин несколько отличаются. Так, в частности, одним из зарегистрированных показаний для использования анальгина является купирование болевого синдрома после операции и в том числе даже возможное использование данного лекарственного препарата у онкологических больных при невозможности использования наркотических анальгетиков. Для аспирина данные показания не зарегистрированы. И здесь как раз наглядно видно, что отношение пользы и риска лекарственных препаратов необходимо обязательно проводить по каждому из зарегистрированных показаний. Потому что данное соотношение может быть разным. И в том числе альтернативы к использованию лекарственного препарата тоже могут быть разные в зависимости от показаний. Вернемся к нашей таблице. Аспирин, болевой синдром низкой умеренной интенсивности, купирует точно так же эффективно, купирует быстро и не оказывает эффекта на частоту рецидивов острого болевого синдрома. В отношении нежелательной реакции можно сказать о том, что она также представляет угрозу жизни желудочно-кишечное кровотечение. Но, как правило, все-таки этих пациентов дают спасти. Нежелательная реакция не всегда летальная. И длительность оценена нами как два. Но мы видим, что желудочно-кишечное кровотечение встречается гораздо чаще при использовании аспирина, чем агронолуцитоз при использовании анальгина. Поэтому ставим цифру 2. И здесь мы видим, что если мы сравним две таблицы с предыдущего слайда и эту, то по показанию острого болевой синдрома использование анальгина даже предпочтительнее, так как он обладает лучшим профилем безопасности по сравнению с аспирином. Конечно, метод использования, построения таких таблиц, он достаточно простой, но он не может быть применим, например, для описания пользы и риска препаратов с большим количеством нежелательных реакций, там, онкологических препаратов, иммунодисупрессантов, ну, на самом деле, очень большого количества лекарств. Но, тем не менее, у нас на рынке присутствует большой пул лекарственных препаратов, которые имеют одну-две нежелательных реакции. Это, например, фитопрепараты, это традиционные препараты, препараты для наружного применения, гомеопатия. И для данных лекарств построение таких таблиц вполне может быть применимо, и, конечно, метод простой, но он имеет право на существование, и в ряде случаев его можно использовать, если у вашего препарата очень мало нежелательных реакций. То таким образом их очень удобно описать. Ну, и мы так потихоньку, плавно подошли, наверное, к самому часто используемому в России методу, судя по вашим поступающим периодическим отчетам, это метод троек. Мы в Росздравнадзоре не пропагандируем прям его использовать, именно этот метод, потому что, я не знаю, часто бывает, если мы отклоняем отчет с комментарием, что нет, не проведена оценка соотношения пользы и риск, то в 95% случаев следующий отчет мы получим с использованием метода троек. Нет, вы можете пользоваться абсолютно любым методом, я думаю, что, может быть, он так часто применим, потому что он лучше всего освещен в российских периодических изданиях. Ну, кроме того, он действительно простой, довольно понятный, но, так как его вы используете очень часто, мы видим большое количество ошибок при расчетах пользы и риска по данной методике. Ну, поэтому давайте рассмотрим на примере. Откуда же берутся цифры и вообще, откуда выводится формула для использования данного метода. Мы рассмотрим на примере гипотетического антибиотика, который применяется по показанию обострения хронического бронхита и имеет наиболее характерные для антибиотиков побочные эффекты, такие как кожная сыпь, боль в животе, диарея, анафилактический шок и такой в настоящее время модный побочный эффект, как удлинение QT, который сейчас исследуется для очень многих лекарственных препаратов, очень много разных рекультурных решений по поводу того, что там для новых и новых лекарственных препаратов было выявлено, что они удлиняют интервал QT. Как пишут во многих наших статьях, метод троек рассчитывается по формуле. Это отношение шкалы пользы к сумме частот трех наиболее частых и трех наиболее серьезных нежелательных реакций, деленных на 6. Давайте посмотрим, откуда же на самом деле берется цифра 6 и вообще, что мы на самом деле делаем, когда определяем соотношение пользы-риск по методу троек. Для определения шкалы пользы мы, в общем-то, перемножаем все ячейки таблицы, которые мы видели неоднократно ранее. Мы смотрим частоту пользы, грубо говоря, это эффективность лекарственного препарата, эффективность лекарственного препарата берется либо из клинических исследований, либо из каких-то публикаций научных. Что нельзя делать? Это нельзя придумывать цифры для использования количественных методик, потому что мы и такие отчеты видели. Это говорит о том, что не понимаете саму идеологию использования тех или иных методов. Нет, каждую цифру, которую вы используете в количественной методике, вы должны указывать ссылки, откуда вы ее взяли. Кроме того, для определения частоты нежелательных реакций не используется метод спонтанных сообщений. Это только те случаи, о которых вам сообщили. Вы не знаете точно, у скольких людей реально развелась та или иная нежелательная реакция. Данные о частоте можно получить только из клинических исследований, либо по данному литературы, либо, ну, как мы знаем, юридические оригинальные препараты дженерик. Они должны быть абсолютно одинаковыми, поэтому вы можете пользоваться инструкцией референтного лекарственного препарата. Единственное, нужно указать в отчете источник данной информации. Итак, рассчитываем шкалу пользы. Это мы перемножаем все уже известные нам ячейки таблицы. Частота положительного эффекта, которая равна эффективности данного препарата. Дальше, серьезность заболевания, грубо говоря, клиническая значимость и длительность заболевания. Только в методе троек мы данным графом таблицы присваиваем градации не 1, 2, 3, а 10, 20, 30. Серьезность заболевания у нас средняя, 20, так как оно приводит к утрате трудоспособности, и длительность тоже 20. Мы лечим антибиотикам не сам по себе хронический бронхит, а именно обострение хронического бронхита, обострение длится, к правилу, там несколько недель, длительность 20. И получаем, перемножаем все цифры, получаем число. Шкала пользы у нас равна 320. Как же рассчитывается шкала риска? Для начала нам нужно выбрать три наиболее частые и три наиболее серьезные нежелательные реакции. Опять возвращаемся к предыдущему слайду. Три самые частые. Это кожная сыпь с частотой 20%, боль в животе 10% и диарея 5%. Мы знаем, что диарея при использовании антибиотиков не всегда является клостридиум дефициле ассоциированной. Диарея может быть обусловлена как фармакологическими свойствами, самой молекулы антибиотикам. Знаем, что, например, макролиды обладают мотивиноподобным эффектом, стимулируют перистальтику кишечника. Диарея может быть следствием дисбактериоза, нарушение расщепления углеводов в период лечения антибиотиков. То есть, на самом деле, в большинстве случаев диарея не ассоциирована с клостридиум дефициле и является достаточно прогностически благоприятным нежелательным эффектом. В то время как псевдомембранозный калит это совсем другая ситуация. Это тяжелое уже осложнение антибактериальной химиотерапии, которая ассоциирована с большим числом летальных исходов. Поэтому здесь, кстати, мы тоже хорошо видим, что этот пример показателем для того, чтобы продемонстрировать, что риск это всегда нечто очень конкретное. Вы не можете рассматривать, например, все нежелательные реакции со стороны какой-либо системы органов как один риск в разделе отчета 16. Потому что у разных нежелательных реакций могут быть разные механизмы развития, разные группы риска, разная тяжесть этих нежелательных реакций. В связи с этим вы не можете оценить совокупность, совокупное воздействие всего этого большого пула нежелательных реакций на соотношение пользы и риска и невозможно разработать эффективные методы контроля над этими рисками, методы минимизации рисков. Риск это всегда конкретная очень проблема, которую вы для себя выделяете, которая, как вы считаете, является фактором, который действительно может ограничивать использование вашего лекарственного препарата. Поэтому самая частая нежелательная реакция у нас это диарея, но не клостридиум, дефицитили, ассоцированный колит. Ну и так перемножаем все то же самое по той же формуле. Частота на серьезность и на длительность. Частота 20%. Не забываем еще переводить проценты, которые указаны были в инструкции, в численные эквиваленты, потому что это очень часто бывает, вы забываете, такая ошибка получается неправильное значение. То есть 20% это 0,2. 80% это 0,8. И умножаем. Кожная сыпь у нас длительность, как вы помните, там проходит в течение трех дней 10. И серьезность заболевания тоже низкая 10. Получаем цифру 20. Воль в животе развивается у 10% пациентов в течение суток проходит также 10% 0,1 умножаем на 10 и на 10. И диарея с частотой 5% в случаях развивается, но может продолжаться уже в течение трех недель. 10%. серьезность у нас небольшая, но длительность уже побольше 20. Получаем цифру 10. И рассчитываем такой же средний риск у нас наиболее частых нежелательных реакций. Мы складываем получившиеся здесь значения и делим их на 3. Получается 13,3. Те же самые действия мы проводим для трех наиболее серьезных нежелательных эффектов. Вот здесь уже псевдомембранозный колит с такой низкой частотой он выступает в качестве наиболее серьезной нежелательной реакции. также мы видим что у нас антибиотик вызывает анафилактический шок и удлинение КУТЭ из них 10% случаев у пациентов возникает желудочковая тахикардия типа пируэт. Само по себе удлинение КУТЭ является электрокардиографическим феноменом и само по себе непосредственной угрозы жизни для пациента не представляет. А вот желудочковая тахикардия это очень тяжелое состояние, очень опасное все желудочковые аритмии относятся к наиболее тяжелому классу аритмии они гемодинамически значимы сопровождаются достаточно высокой летальностью поэтому как наиболее серьезная нежелательная реакция мы рассматриваем именно желудочковую тахикардию и смотрим что это причем ее частота 10% от 0,01% удлинения КУТЭ то есть частота вообще встречаемости очень мала ну и здесь проводим все те же самые вычисления не забываем переводить процент в численный эквивалент получается здесь очень маленькие числа и также складываем все серьезные нежелательные реакции делим их на 3 получаем число и общая шкала риска у нас будет сумма наиболее частых наиболее серьезных нежелательных реакций вот это и деленное на 2 то есть так как здесь мы делили на 3 потом их сложили и поделили на 2 отсюда у нас получилась цифра 6 которая изначально была в знаменателе в той формуле которую часто показывают в каких-то других в других презентациях в некоторых статьях то есть мы по сути считаем среднее арифметическое потому что иногда в отчетах я видела что там например у вас только 2 4 нежелательных реакции вы по 4 посчитали все равно поделили на 6 это неправильно или одна компания писала что у нас нету серьезных нежелательных реакций но у нас очень много частых посчитали по методу троек все 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 свои частые нежелательные реакции тоже поделили их на 6 то есть на самом деле методология не такая неправильная вот вы смотрите именно сумму трех наиболее частых сумму трех наиболее серьезных нежелательных реакций и делите находите среднее арифметическое общее соотношение пользы и риска рассчитывается как шкала пользы деленная на шкалу риска и в итоге мы получаем число 22,7 считается что если получившееся число больше единицы то польза превышает риск но на самом деле для большинства лекарственных препаратов которые сейчас находятся на рынке данное соотношение гораздо выше единицы если у вас получается число где-то от 1 до 10 советую вам пересчитать может быть вы где-то ошиблись потому что как правило такие коэффициенты характерны для таких очень серьезных тяжелых лекарственных препаратов с очень выраженными рисками поэтому если у вас получилось такое значение нужно несколько критично к этому отнестись и посмотреть может быть где-то были ошибки в расчетах к нам на почту поступил вопрос о том что если у нас самая частая нежелательная реакция является также самая серьезная нежелательная реакция можно ли ее использовать дважды при расчете по методу троек в данном случае я бы посоветовал все-таки использовать другой метод так как вы выделили для себя на самом деле как раз ту проблему безопасности которая больше всего и ограничивает использование вашего лекарственного препарата если это самая серьезная нежелательная реакция она же является самой частой в данном случае может быть лучше было бы воспользоваться не методом троек а турбомоделью турбомодель также довольно простой метод он позволяет нам учесть две наиболее серьезных нежелательных реакции данного лекарственного препарата и их влияние на соотношение пользы и риска данного лекарства чтобы воспользоваться турбомоделью мы рассчитываем два фактора R-фактор или фактор риска и B-фактор или от слова benefit польза фактор пользы для этого мы рассчитываем риск наиболее серьезной нежелательной реакции и корректирующий коэффициент риск второй по тяжести нежелательной реакции или наиболее частой нежелательной реакции если серьезных нежелательных реакций больше нет р-фактор как же мы рассчитываем этот R-фактор по специально разработанным таким схемам таблицам выбираем наиболее серьезную нежелательную реакцию оцениваем ее в двух измерениях по частоте этого риска и по серьезности риска и смотрим и частота и серьезность по пятибалльной шкале расцениваются и смотрим на пересечении двух в ячейке на пересечении в какой ячейке на пересечении этих двух характеристик вы оказались например если ваш риск вашей наиболее серьезной нежелательной реакции эпизодический серьезность ее средняя вы оказались в желтенькой ячейке с цифрой 3 если риск редкий серьезность незначительная оказались в ячейке с цифрой 2 автор методики не дает нам никаких разъяснений что нам делать если мы оказываемся в белых ячейках какую цифру присваивать нам фактору R0 ну традиционно считается что в левой верхней ячейке располагается цифра 2 в правой нижней цифра 3 то есть если вы оказались например в нижней средней ячейке скорее всего это будет цифра фактору R нужно будет присвоить цифру 2 цифра если вы оказались в например ячейке распространенной незначительной скорее всего тоже будет цифра 2 присваивать дробные значения при использовании данной модели не имеет смысла потому что она вся базируется на использовании таких схематических таблиц квадратики у нас целые поэтому присваивать дробные значения не нужно вернемся ненадолго к основной формуле значит мы рассчитываем фактор R0 по этой табличке и точно по этой же табличке мы рассчитываем фактор R' то есть это риск второй по серьезности нежелательной реакции либо наиболее частой нежелательной реакции если серьезных реакций больше нет и также записываем какое число в какой ячейке мы оказались какое число присвоить фактор R' точно по такой же табличке мы рассчитываем и фактор B пользы так как я уже говорил соотношение пользы и риска всегда нужно проводить по каждому одобренному показанию то фактор B мы рассчитываем однократно то есть вероятность эффекта только по одному данному зарегистрированному показателю ну и табличка собственно тоже та же самая единственное что чем выше и правее вы окажетесь в этой табличке тем лучше в отношении риска все наоборот чем ниже будет общая сумма баллов по риску тем лучше и так как я говорила мы для риска рассчитывали два фактора R0 и R' штрих все по той же табличке мы рассчитали записали какое значение мы получили и общий фактор риска рассчитывается по формуле R0 плюс корректирующий коэффициент а корректирующий коэффициент как раз высчитывается исходя из значения штрих корректирующий коэффициент может иметь значение от 0 до 2 здесь на слайде представлено в каких случаях какое значение нужно присваивать этому корректирующему коэффициенту для пользы мы оценивали только один фактор это B0 и также мы добавляем корректирующий коэффициент который также может принимать значение от 0 до 2 значение 2 он принимает в том случае если ваш лекарственный препарат имеет дополнительную пользу которая представляет определенную клиническую значимость например мы знаем что препараты ингибиторы АПФ используются для лечения артериальной гипертензии и основным их положительным эффектом является антигипертензивный ну а также мы знаем что они обладают нефропротекторными свойствами защищают почки и данный эффект безусловно для пациентов с артериальной гипертензией имеет дополнительную клиническую значимость для ингибиторов АПФ фактор корректирующий для пользы будет равен 2 корректирующий фактор равен 1 если у лекарственного препарата есть какая-либо дополнительная польза которая имеет практическое значение для пациента например удобная лекарственная форма таблетки ретарт который можно принимать один раз в сутки либо например ваша лекарственная форма используется у детей и препарат имеет сладкий вкус это тоже дополнительная польза которая имеет практическую значимость если дополнительной пользы у препарата нет то соответственно корректирующий коэффициент равен нулю итак мы рассчитываем фактор R и фактор B и для того чтобы понять каково же их соотношение между собой опять же используем специально разработанную диаграмму фактор R у нас находится координат Y фактор B по оси X на пересечении двух данных цифр смотрите в какой ячейке вы оказались если вы оказались в темно серой зоне в нижнем треугольничке это хорошо это значит что польза превышает риски если вы оказались в светло-серой зоне это плохо это значит что риск превышает пользу если вы оказались в белой зоне это значит что данная модель не позволяет сделать однозначного заключения о преобладании пользы над риском и либо нужно использовать дополнительные какие-то методы смотреть на проблемы под другим углом использовать какие-то другие методики либо нужно очень четко обосновать почему такой препарат может находиться на рынке может применяться у пациентов несмотря на такие высокие риски от его использования например если у вашего препарата нету вообще никаких других альтернатив и в связи с этим это единственное вообще что мы имеем и поэтому вполне может быть обоснованное использование такого препарата безусловно данная модель достаточно проста в использовании это ее основное преимущество но очень много недостатков прежде всего как я уже говорила нет однозначных трактовок как нам поступать если мы оказываемся в белых клеточках таблицы какую цифру присваивать пользу и риску кроме того не всегда бывает понятно какая реакция является первой по серьезности а какая реакция является второй по серьезности ну и кроме того данная модель позволяет учесть только две нежелательные реакции два побочных эффекта лекарственного препарата чего в большинстве случаев является недостаточно что в большинстве случаях является недостаточно но опять же для некоторых препаратов такая модель вполне может использоваться метод оценки пользы и риска следует выбирать исходя из конкретной ситуации исходя из конкретного препарата и вот того по какому заболеванию оно применяется и сколько вообще побочных эффектов и насколько они выражены ну и дальше разберем пример описательной методики о которой я уже говорила раньше это модель практи URL которая была специально разработана для качественного анализа пользы и риска дженериковых препаратов модель так называется по первым буквам восьми шагов которые нужно будет совершить чтобы принять взвешенное решение по поводу соотношения пользы и риска лекарственного препарата первые две буквы взятые из слова проблем проблема то есть вам нужно очертить проблему что в контексте обязательно существующей ситуации то есть кратко описать вообще существующую ситуацию какая какую молекулу вы будете оценивать какие у него свойства как давно на рынке по какому показанию используется данный препарат какая медицинская потребность целевая популяция для использования данного лекарства ну и собственно какие существуют проблемы при его использовании ну исходя из этого нужно установить цель работы для чего будет проводиться ваш анализ объектив что вы будете делать например вы будете оценивать соотношение пользы и рисков данного лекарственного препарата либо вы будете оценивать влияние новой информации на уже ранее проведенное существующее соотношение пользы и рисков либо вам нужно определить какая в настоящее время существует отсутствующая информация которая может повлиять на соотношение пользы и риска данного лекарственного препарата то есть нужно прежде всего определиться с целью вашей дальнейшей работы следующий шаг называется alternatives то есть альтернативы но здесь имеется ввиду не перечисление альтернатив вашему лекарственному препарату альтернативы лучше всего перечислить в разделе проблем а здесь имеется ввиду какие альтернативные варианты решения проблемы вообще могут быть что вы можете сделать с лекарственным препаратом зная что он имеет определенные проблемы то есть вы можете например взять его вообще с рынка вы можете не делать ничего продолжать собирать информацию вы можете ограничить целевую популяцию исключив из нее определенные группы риска пациентов то есть здесь вы в данной главе вы обсуждаете вообще возможные варианты своих действий и в следующий главе консеквенс вы оцениваете ожидаемые последствия своих решений то есть если вы приостановите обращение препарата то конечно риск побочных эффектов от его использования сразу же будет равен нулю но тем не менее нужно понимать что это означает что многие люди не получат необходимого лечения останутся вообще без помощи возможно ли такое допустить либо нет если вы не будете предпринимать никаких действий что какие риски могут быть для пациентов если они будут продолжать принимать препарат так же как принимали его раньше потому что нужно оценивать что может быть вы не знаете точную частоту нежелательных реакций что может быть эти риски на самом деле выше чем вы ожидаете то есть в данной главе вы обсуждаете возможные последствия тех решений которые вы предлагали в предыдущей главе следующий шаг трейдов он как раз является такой основной главой где вы ищете компромиссы между пользой и риском то есть пытаетесь добиться обсуждаете каким образом можно добиться положительного максимальной пользы при использовании данного препарата и минимальных рисков то есть в целом здесь идет обсуждение как раз баланса между пользой и рисками соотношения между пользой и рисками но как я уже Это описательная методика, то есть здесь обсуждение может вестись просто в таком формате аналитического обзора, но, как я уже говорила, в данной модели, в описательных методиках, внутри методики вы можете использовать какие-то количественные методы оценки пользы и риска, можно комбинировать использование разных моделей вместе. После этого идет следующий шаг, где нужно подумать, какие есть неопределенные моменты в отношении пользы и рисков, то есть, например, что может повлиять, что может изменить проведенную вами оценку, то есть, например, в настоящее время существует ограничение существующих клинических исследований, либо рассмотреть вероятность недоучета частоты нежелательных реакций, ограничение используемых источников литературы. И дальше вы оцениваете в главе риск, какие еще факторы влияют на оценку рисков при использовании вашего лекарственного препарата, то есть, это может быть, например, орфанный статус заболевания, отсутствие альтернатив, высокая неудовлетворенная потребность в данном лекарственном препарате. То есть, все это влияет на оценку риска и, например, более высокий риск может в данном случае рассматриваться как приемлемый. Ну и в последней главе, linked decisions, рекомендуется сравнить свое решение с предыдущими решениями и попробовать прогнозировать ситуацию в будущем. То есть, так как все решения основываются не только на непосредственных результатах, полученных в результате научного поиска всей доступной информации, но и на основании анализа этой информации полезно сравнить принятое вами решение с решениями, принятыми ранее в аналогичных сходных ситуациях. И также попробовать несколько спрогнозировать далее ситуацию, как она может развиваться, какие еще дальнейшие решения может повлечь решение, принятое вами. То есть, например, регуляторные органы могут затребовать с вас план управления рисками или обязать вас провести какое-то клиническое исследование дополнительное. Как я уже говорила раньше, одним из основных преимуществ использования стандартизованных методов оценки пользы и риска является устойчивость модели, то есть меньше вероятность ошибок. И здесь как раз приведена вам описательная методика, пользуясь которой вы можете быть уверены, что вы рассмотрели вопрос с максимально большого количества сторон, что вы учли максимально большое количество факторов и действительно пришли к взвешенному и обоснованному решению. То есть, конечно, баланс соотношения пользы и риска не обязательно оценивать с использованием количественных методов. Это может строиться в порядке рассуждения, но это рассуждение должно быть действительно обоснованным, оно действительно должно быть аналитическим. И нельзя писать в периодическом отчете, что группой внутренних экспертов компании было решено, что польза превышает риск. Как бы решение не обоснованное и непонятна логика принятия данного решения. И в периодическом отчете как раз нужно это все описывать и обосновывать, чтобы мы понимали, как именно вы пришли к такому выводу. Ну и последний метод, на котором я очень кратко остановлюсь, мы не будем, конечно, учиться им пользоваться, просто такой ознакомительный характер этот слайд носит. Один из наиболее популярных, считается наиболее хороших методов определения пользы и риска является многофакторный анализ. Этот анализ проводится с помощью компьютерных программ. И в русской литературе есть некая идеализация таких математических компьютерных методик, потому что пишут, что этот подход наиболее научный, этот подход наиболее объективный, потому что компьютер принимает решение. Благодаря данному методу можно учесть большое количество как качественных, так и количественных характеристик, которые влияют на пользу и на риск, в связи с чем можно смоделировать ситуацию, которая наиболее приближена к реальности. Это все, с одной стороны, верно. Но давайте кратенько посмотрим вообще, что делает человек, когда пытается воспользоваться этим мультифакторным анализом. Ну, прежде всего, все опять же начинается с описания ситуации, то есть проработки проблемы, определение, какая есть проблема, и, исходя из этого, определить нужно свою цель и задачи, которые нужно решить. Опять, что же мы будем делать? Мы будем оценивать соотношение пользы и риска, мы будем оценивать влияние новой информации на уже имеющиеся соотношения, или что вообще, что дальше будет происходить. Исходя из целей и задач, выделяются значимые факторы или критерии, которые характеризуют данную проблему. После чего каждому критерию присваивается определенное численное значение, то есть удельный вес. Ну, после чего формируется таблица характеристик, то есть такая матрица, инструмент ввода, анализа, это редактирование этих критериев, и компьютером производится интегральная оценка всех этих заданных показателей, формируется заключение. Заканчивается мультифакторный анализ симуляционным анализом, то есть насколько данный результат устойчив к погрешностям измерения и к изменениям исходных результатов. Как я уже говорила, безусловным преимуществом использования таких сложных компьютерных программ является то, что вы можете задавать огромное множество различных критериев. И компьютер вам обсчитает их все влияние, совокупности всех этих критериев, как на пользу, так и на риск, и выдаст единое заключение. Но, даже несмотря на то, что конечный результат выдает машина, мы все равно не можем уйти от субъективности данной оценки, потому что задает критерий все равно человек, кто присваивает удельный вес данным критериям. Также, как правило, это группа экспертов. Никаких требований к данным экспертным группам нет, то есть при желании нетрудно подобрать нужных экспертов. Кроме того, люди все равно всегда подвержены влиянию каких-либо факторов, то есть это личный опыт, это современные тенденции в научных знаниях, это какие-то личные предпочтения, то есть все равно от субъективизма, даже с использованием данных математических моделей мы уйти не можем. Помимо всего прочего, использование таких программ делает результат, вывод, анализа соотношения пользы и риска менее понятным для большей части аудитории. Становится сложно проследить логику принятия решения, то есть теряется прозрачность процесса. И поэтому, конечно, нужно помнить, что понимать, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки, и не всегда нужно усложнять ситуацию там, где этого делать не нужно, потому что чем проще анализ, тем проще его воспроизвести, тем более понятна логика принятия решений. Если в этом анализе есть какие-то ошибки, тем проще их найти. И кроме того, нужно понимать, что любая математическая модель это только вспомогательный инструмент в принятии решения. Она создана для того, чтобы помочь экспертам прийти к определенному выводу, но ни в коем случае не заменяет экспертного мнения. Как вы уже знаете, в структуре периодического отчета соотношению пользы и рисков посвящен 18-й раздел отчета. 18-й раздел строится на основании той информации, которая была вам представлена в разделах 16 и 17. То есть если у вас 16 и 17 раздел не заполнены, если вы пишете, что информации нет, то 18-й раздел вы тоже заполнить по сути не можете, потому что 0 на 0 не дает нам положительного соотношения пользы и риска. Более того, если вы в 18-м разделе как следует описали медицинскую потребность вашим препаратам, что несмотря на то, что, например, препарат уже очень давно используется, все равно потребность в нем сохраняется. Если вы достаточно полно и правильно привели все альтернативы данному лекарственному препарату, то есть вы показали, что несмотря на то, что, например, на рынке много других препаратов, которые используются по тому же показанию, ваш препарат занимает определенную нишу на рынке. Вы хорошо описали риски, вы правильно описали пользу лекарственного препарата, то в 18-м разделе допустимы ссылки на 16-й и 17-й раздел без использования каких-то дополнительных методов оценки пользы и риска. Если вы пишете, что новой информации в данном отчетном периоде не было, сигналы и, вернее, риски описаны в 16-м разделе, польза описана в 17-м разделе, действительно там все это хорошо у вас представлено, то такие отчеты мы, безусловно, принимаем. Если мы видим, что вы действительно знаете о том, какие риски сопряжены с использованием вашего лекарственного препарата, вы за ними следите, и в настоящее время существующие меры минимизации рисков эффективны и позволяют эти риски действительно хорошо контролировать, то безусловно, без каких-то дополнительных методик вполне можно такой отчет представлять. И в заключении пара таких основных положений по оценке пользы и риска лекарственных препаратов, которые ключевые такие положения для понимания, которые я бы хотела, чтобы вы запомнили, что метод оценки пользы и риска не обязательно должен быть количественным. Если вы выпускаете дженерик, конечно, у вас может не хватать большого количества, большого числа количественных данных, поэтому вы вполне можете использовать качественные методики. И они ничем не хуже, чем количественные. При использовании определенного метода не обязательно должен получаться результат, который предполагает конкретные рекомендации к использованию лекарственного препарата. То есть, как правило, если вы используете какую-то количественную методику, все, что вы получаете, это какую-то цифру. И эта цифра, она все равно требует дальнейшего обсуждения. И на самом деле, правила, надлежащие практике фармаконадзора, это очень логичный документ. И каждая глава, каждое требование к каждому разделу периодического отчета там представлено не зря. И то, что в разделе 18.1 от вас требуется указать существующие альтернативы и потребность к лекарственному препарате, это тоже там представлено не зря. Потому что нельзя рассматривать лекарственный препарат просто в вакууме. Всегда его нужно рассматривать в контексте существующей в настоящее время ситуации. Какое бы замечательное большое число не получалось бы у вас при использовании какой-то очень сложной количественной модели, это число ничего не значит, если в настоящее время на рынке присутствует большое количество более эффективных и более безопасных лекарственных препаратов. Поэтому обязательно нужно понимать, что соотношение пользы и риск меняется со временем и всегда необходимо проводить это соотношение с учетом существующей ситуации в уровне медицинской помощи, в уровне научного знания, развития фармакологии и с учетом существующего рынка лекарств в данной стране. Какую его модель вы не использовали, никогда нельзя уйти от субъективизма и приоритетом является все-таки экспертное мнение. То есть, на самом деле, когда мы имеем какую-то противоречивую информацию, когда мы не можем сами принять решение в отношении того, как нам поступить с тем или иным лекарственным препаратом, мы не стремимся использовать какие-то очень сложные компьютерные программы, чтобы что-то посчитать. Мы стремимся опросить как можно большее количество заинтересованных сторон. Мы спрашиваем мнение фармкомпании, мы обращаемся к врачам, которые непосредственно используют данный препарат, к пациентам, потребителям данного лекарства. То есть, мы стараемся собрать как можно больше мнений разных заинтересованных сторон и каким-то образом совместно прийти к такому заключению, которое в наибольшей степени выустраивало всех. И если, например, ваш препарат рекомендован к использованию какими-то ведущими организациями клиническими, входит в международные гайдлайны, вводит стандарты медицинской помощи в России, указывайте обязательно это в периодическом отчете и не нужно дополнительно там считать по методу троек, что польза и риск преобладает над риском. Посвятите больше внимания описанию рисков, описанию мер их минимизации и этого вполне будет достаточно для того, чтобы ваш отчет получился хорошим. И в нашей базе данных АИС Росздравнадзор загорелась кнопочка «Одобрен». Это все, о чем я хотела бы вам рассказать. Сейчас я быстренько почитаю, какие вопросы пришли после перерыва. Проакт URL для референтных препаратов использовать можно? Да, можно, конечно. Качественные методики – это их основное преимущество, что у них практически нет никаких ограничений. Вся модель основана на ваших рассуждениях. Просто модель предлагает определенные темы для обсуждения, чтобы вы были уверены, что вы действительно обсудили все вопросы, которые были необходимы. Какие ограничения для применения метода троек? Если, например, у вашего препарата менее 6 нежелательных реакций, то метод троек лучше использовать какой-то другой метод, более простой. Либо также описательную модель. Нужно ли подтверждать ссылками при своеме численных индексов? Если вы используете, например, такие таблички, как мы смотрели, для анальгина и аспирина, то, конечно, каждое число сложно вам будет найти литературные ссылки. Но, по крайней мере, если вы присваиваете по эффективности, какие-то хотя бы минимальные данные по эффективности данного лекарственного препарата, по частоте нежелательных реакций, все равно у вас что-то уже будет в разделах 16 и 17 периодического отчета. И поэтому, в принципе, вы те же самые источники можете использовать и здесь. То есть, как я говорила, на самом деле 18 раздел, это уже интегральный такой раздел. Это финал всего отчета. И он строится на основании вообще всей информации, которая была представлена ранее. Как правильно оценивать эффективность препаратов, применяющихся при хронических заболеваниях, например, ингибиторы АПФ? Ну как, так же, как и всех других заболеваний. То есть, сам простой способ – это обратиться к клиническим исследованиям оригинального препарата, и посмотреть, какие конечные точки принимались за параметры оценки эффективности и какие процентные соотношения они получили в этих исследованиях. Нужно ли подтверждать принятое решение об эффективности с ссылками? Ну, опять же, вы не можете просто сесть и печатать сочинение. Вы все равно базируете свое рассуждение на какой-либо уже известной информации. То есть, если вы пишете, что примем эффективность лекарства за 70%, нужно, конечно, поставить ссылку, откуда вы это взяли. Из какой-то литературной публикации. Либо это, я не знаю, если это частота нежелательных реакций, это может быть инструкция оригинального препарата, ТСМПС или что-то еще. Есть ли у антибиотиков около 20 показаний? Из них не для всех есть проценты эффективности. Как использовать метод Троек? Как говорит, вы знаете, для антибиотик с 20 показаниями я бы вообще не стала использовать метод Троек. Для антибиотиков очень важным является тот факт, что с течением времени мы даже не столько ожидаем появления, обнаружения новых нежелательных реакций, сколько с течением времени изменяется их эффективность. И поэтому вам постоянно нужно мониторировать, по каким показаниям в настоящее время в нашей стране используется, может использоваться данный антибиотик. на самом деле ассоциация антибиотико-профилактики, ассоциация антибактериальной химиотерапии. Вообще на самом деле в литературе, в русской, сейчас очень много данных по резистентности определенных штаммов микроорганизмов и о росте этой резистентности в разных регионах. В целом в отчете нужно эту информацию как-то клинически анализировать. И нужно смотреть, действительно ли данный антибиотик включен до сих пор в клинические рекомендации, гайдлайны по лечению определенных инфекционных заболеваний. Потому что даже недавние примеры решения FDA об ограничении использования норфлоксацина именно по показанию осложненной инфекции мочеводящих путей. Оно было связано с тем, что в настоящее время есть более эффективные антибиотики и именно данное показание было убрано из официально утвержденных. данный антибиотик в настоящее время можно использовать только по показанию неосложненной инфекции мочеводящих путей. Также в отношении меропинема в настоящее время по решению Европейского медицинского агентства препарат больше не применяется для профилактики инфекций после тяжелых оперативных вмешательств. Данное решение было связано с тем, чтобы сохранить эффективность данного лекарственного препарата, чтобы резистентность не развивалась так быстро. то есть в отношении антибиотиков я бы вообще не использовала метод троек, я бы именно сосредоточила основное внимание на поиске литературных данных по поводу того, что сохраняется эффективность этого препарата в нашей стране и что все показания, которые указаны в инструкции, они до сих пор остаются актуальными. Как использовать метод троек, если частота всех возможных НР расценивается как очень редко? Если очень редко, это, как правило, 1 на 10 тысяч. Ну и берите такой процент. Можно не использовать метод троек. В инструкции по применению на референтный препарат частота НР приведена в соответствии с классификацией ВОЗ, например, от 1 до 10. Какую частоту необходимо брать в таком случае для расчета? На самом деле лучше брать 10, то есть наиболее плохую ситуацию. и таким образом вы будете уверены, что действительно... Ну да. То есть лучше брать цифру 10, таким образом вы будете уверены, что вы присвоили данному риску наивысшую градацию, и если он окажется, например, меньше, то на ваш результат это точно никак не повлияет. Только в лучшую сторону. Как оценить длительность течения НР, если она длится вплоть до отмены препарата? Ну то есть если после отмены препарата реакция быстро купируется, значит вы можете оценить как короткая. Как я уже говорила, что с оценкой длительности клинической значимости возникают большие проблемы, потому что у нас нету стандартизованных шкал оценки, и мы не можем сказать, что если реакция длится, например, один день, то мы присваиваем цифру 1, а если реакция длится один год, то мы присваиваем цифру 2. Если она длится всю жизнь, то цифру 3. То есть если после отмены препарата реакция быстро купируется, то скорее всего лучше присвоить цифру 1. Единственное, что не обратилось здесь ваше внимание, например, если реакция такая серьезная, например, как анафилактический шок. Вы знаете, что анафилактический шок не может длиться долго, пациент либо умер, либо ему помогли. Неправильно будет присваивать такое нежелательное реакции градацию 1, потому что эта реакция на самом деле без лечения, она потенциально летальна. И так как смерть считается необратимой нежелательной реакцией с наибольшей длительностью, то анафилактическому шоку следует присвоить градацию 3 по длительности, наивысшую. И не очень поняла Виталий Анатольевич, я, может быть, дам ему потом еще слово высказаться. Для метода 3 количественные данные для оценки пользы берутся из литературных источников для оценки риска из инструкции референтного препарата. Вы можете брать данные, откуда хотите. Главное указывать ссылку, откуда вы эти данные взяли. Вы можете брать и данные частотей нежелательных реакций, также из клинических исследований, либо из литературных источников. Вы можете брать данные из своей инструкции, либо из инструкции оригинального препарата, потому что юридические, генерик и оригинальные, они являются одинаковыми. Единственное, что нужно указывать ссылку, откуда вы это взяли. В некоторых источниках при оценке показателей пользы риска для определения частоты в расчетах шкалы вреда используются значения в процентах, иногда в абсолютных числах, как правильно. Не очень поняла, в каких источниках. В методе троек проценты нужно переводить в абсолютные значения. В примере расчета по методе троек вы эффективность 80% взяли из клинических исследований, а частоту энергии из инструкции или тоже из информации того же клинического исследования. Это здесь пример придуманный, просто для того, чтобы показать вам саму методологию использования метода троек. Откуда, какие цифры брать и куда их подставлять. Опять же, несколько уже повторяемся, что вы можете брать эти цифры откуда угодно, где смогли найти. Там и хорошо. Главное, чтобы была ссылка, где вы это нашли, чтобы мы понимали, что вы их не придумали. Так. А если нигде нет процента эффективности? Ну, используйте тогда качественную методику. Но вообще обычно как правило, нет процента эффективности для каких-то традиционных препаратов или фитопрепаратов. И для них действительно очень данных количественных мало, и для них лучше всего использовать количественные методики. Качественные методики, да. Если данные об эффективности препаратов сильно разнятся в разных источниках, какие данные брать? Ну, во-первых, лучше, наверное, начать с того, что оценить качество этих источников. Приоритет отдавать международным рецендируемым журналам. Если все журналы абсолютно разные, если все журналы приблизительно сопоставимы между собой по качеству, но действительно там исследователи получали противоречивые данные, вы можете взять какую-то среднюю цифру, просто так же это все описать, описать логику принятия своего решения. Может ли один и тот же держатель регистрационного удостоверения использовать разные методы оценки соотношения пользы и риска для разных? Конечно же, не только может, но и должен так делать. Каждый препарат уникален, каждый периодический отчет, соответственно, тоже уникален. Вы не можете сравнивать два периодических отчета между собой. Если мы одобрили периодический отчет на один ваш лекарственный препарат, это не значит, что мы одобрим точно такой же отчет на другой лекарственный препарат, потому что если мы одобрили отчет на вазелин, это не значит, что если вы нам пришлете отчет на какой-то онкологический лекарственный препарат точно такого же качества и такого же содержания, то мы его одобрим, потому что на самом деле Ведь специалист по фармаконадзору, он занимается анализом информации. Это аналитик, это не делопроизводитель, не документовед. В этом отчете вы как раз и отражаете процесс функционирования своей системы фармаконадзора, процесс мониторинга исков ваших лекарственных препаратов. И безусловно, внимание каждому препарату должно уделяться разное в зависимости от тех рисков, которые сопряжены с его использованием. Так, если раздел 18 пишется на основании 16 и 17, то как его заполнять для воспроизведенных препаратов, для которых часто нет новой информации в данном отчетном периоде? Применима ли информация из раздела 11, то есть литературные данные? Смотрите, в 16 и 17 разделах есть такие подразделы, как базисная информация. То есть базисная информация по пользе это та, которая актуальна на начало отчетного периода, то есть это та вообще основная информация по пользе препарата, которую мы знаем в настоящее время. У препарата не может отсутствовать базисная информация по пользе, если он, например, дженерик или если он используется давно. Базисная информация по пользе, по сути, это то, на основании чего вообще этот препарат может применяться у людей, на основании чего мы делаем вывод, что он все-таки приносит какую-то пользу. И также в разделе 16 есть подраздел важные идентифицированные риски, это не обязательно новые риски, как Татьяна уже говорила, это те риски, которые оказывают эффект на соотношение пользы и риска. Это значимые риски, которые действительно ограничивают использование данного лекарственного препарата. То, что преднизолон используется в клинической практике более 50 лет, не отменяет тот факт, что, например, его ульцерогенный эффект перестает быть важным идентифицированным риском. То есть то, что препарат воспроизведенный, то, что новой информации нет, не значит, что 16 и 17 разделы отчеты должны быть пустыми. Если для расчета отношения пользы и риск достаточно взять информацию по эффективности из релевантного источника по частоте энергиоз инструкции, то где используются данные литобзора. Смотря что вы выявили в этом обзоре, если вы там выявили сигнал, то выписывайте это в сигнале. Если вы там выявили какой-то риск, то описывайте в рисках. Если вы много источников проанализировали, а никакой новой информации не получили, то вы тоже это можете указать в отчете и написать, что новой информации в настоящее время нет. Это то, что все описанные в литературе нежелательные реакции уже внесены были в инструкцию и в настоящее время не представляют большого интереса для вас. Препарат референтный, более 20 лет на рынке, но цифровых данных по эффективности и безопасности по всем показаниям недостаточно. Можно ли использовать метод Практ-ЮРЛ? Можно. У вас в организации все эксперты клинические фармакологи? Почти, но по крайней мере мы все... Нет, у нас Александр пока еще не клинический фармаколог. У нас в отделе работают все врачи, то есть у нас у всех высшее медицинское образование и врачи разных клинических специальностей. Педагоги, ведущих вузов, кандидаты медицинских наук. То есть у нас штат достаточно такой научно образованный. По клинической фармакологии у нас 1-2 человека не имеют отдельной специализации, но тем не менее это все равно это врачи, которые... Врачи-клиницисты, врачи, которые активно занимаются научной работой. И если по воспроизведенному препарату есть сигналы, то как их интегрировать в оценку пользователей по методу Троек или Турбо? Смотрите, сигнал это еще не подтвержденная информация. Это такой красный флажок для вас, что нужно начинать действовать, что нужно какую-то дополнительную информацию собирать. Сигнал требует оценки, его подтверждения. Сигнал может быть ложный. Вы можете его со временем закрыть. То есть что-то там вы выявили, а потом оказалось, что на самом деле с вашим лекарственным препаратом это не связано. Но это вы можете выяснить только через какое-то время. То есть на самом деле сигнал на пользу и риск влияние не оказывает. Но сигнал это важная информация по безопасности. И сигнал в определенной мере задает вам вектор работы на ближайшее будущее. Потому что сигнал может стать риском, а риск уже будет оказывать влияние на соотношение пользы и риска. Если лекарственный препарат включен в клинические рекомендации, можно не считать соотношение пользы и риск. Опять же, если вы это указываете, в какие клинические рекомендации он включен. Если вы как следует, все равно у препарата есть риск. И в периодическом отчете вы должны описать риски, которые связаны с этим лекарственным препаратом. Какие меры минимизации рисков в вашей компании существуют. Если вы это описали, то в 18 разделе допустимы ссылки на 16-17 раздел, где об этом все было описано. Без дальнейших каких-то использований, каких-то еще методик. Потому что если, как я уже говорила, препарат признан какими-то ведущими организациями клиническими, это, безусловно, очень серьезный факт. И, конечно, никто с этим не может поспорить. И на это, безусловно, вы можете ссылаться. По каждому или показанию нужно отдельно проводить оценку пользы и риска? Да, по каждому, иначе это не имеет никакого смысла. Вы не можете оценить общую пользу лекарственного препарата для популяции и общий риск. У нас и так слишком много субъективных суждений, слишком много неточностей. Если мы еще будем эти группы объединять между собой, то вообще непонятно, как это сравнивать. Где находить информацию по частоте НР, если в инструкции нет данных, а препарат производится применять только в России, нет референтных инструкций? Если вы не можете найти численные какие-то показатели, используйте качественные методики. Дайте, пожалуйста, комментарий по картинке на заключительном слайде. По картинке, ну это просто информация к размышлению. Как проводить качественную оценку пользы и риска? Например, ну, как я показывала на одном из сайтов, качественные методы были приведены. Одна из моделей это проект URL. Качественная модель строится. По сути, это рассуждение ваше о пользе и риске. Но обязательно это рассуждение должно быть научно обоснованным. И обязательно иметь ссылки на уже имеющуюся информацию, доказанную информацию о лекарственном препарате, на которую вы опираетесь при вынесении своего заключения. То есть качественная. Сегодня мы разбирали качественный метод. Это модель проект URL. Их вообще разные есть. Существуют разные модели. Но в целом, качественные методы, по сути, это ваше рассуждение. Но научно обоснованное. Перечень ЖНВЛП является критерием для оценки пользы. Но вы можете это указать тоже. То есть включением его стандарта лечения и так далее. Обязательно ли указывать, какой алгоритм использовался при оценке пользы и риска? Да, обязательно указывать, какой алгоритм использовался, потому что, чтобы мы понимали, как вы это делали. Если вы использовали какой-то стандартизованный, тот или иной стандартизованный алгоритм. Можно ли при анализе рисков ссылаться на RMP-оригинатора? Я не очень представляю, откуда у вас может быть доступ к RMP-оригинатору. Ну, если есть, то, наверное, можно. Все, кто-то еще пишет. Иногда бывает в открытом доступе. Как источник информации вы его можете использовать. То есть сказать, что у оригинатора есть план минимизации рисков, и поэтому польза нашего препарата преобладает над риском, вы такой вывод сделать не можете. Но, безусловно, если RMP в открытом доступе, то для вас это, безусловно, очень ценный источник информации. Ну, ладно, сегодня был долгий такой насыщенный день. Надеюсь, был полезным для вас. Передам слово Виталию Анатольевичу. Вот, а сама с вами попрощаюсь. Спасибо большое за внимание.